МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Место происшествия. Сегодня мы расскажем о главных происшествиях, которые произошли за минувшие сутки. В студии Елена Кивенко. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Настоящие 90-е в Калининграде стали известны подробности задержания банды крышевателей. Криминальная мама. Сотрудники ФСКН задержали беременную наркоторговку. Пропавшие миллионы в областном суде Калининграда признали законным приговор бесчувственной мошеннице. Стали известны подробности задержания подозреваемых в массовой драке на улице Герцена, которая произошла в Калининграде летом прошлого года. Те, кто тогда почти до смерти избил троих мужчин, оказались участниками организованной группы вымогателей. Переселенцы из Казахстана зарабатывали тем, что запугивали предпринимателей и забирали у них часть выручки. О том, как удалось вывести злоумышленников на чистую воду, смотрите в нашем первом сюжете. Появлению в своем офисе двоих крепких мужчин владелец не удивился. Визитеры уже разговаривали с ним днем раньше. Требовали миллион рублей за свое покровительство, так называемую крышу. Когда срок на размышление прошел, вымогатели вновь заявились к своей жертве. Правда, денег не получили. Бизнесмен решил не платить. На кадрах с камер наблюдения видно, каким образом злоумышленники заставляли предпринимателей отдавать деньги. Вымогатели запугивали своих жертв и те не обращались за помощью в полицию. Таким образом, им удавалось некоторое время оставаться в тени. В поле зрения оперативников группировка попала после массовой драки в ресторане «Тетка Фишер» в феврале 2013 года. Причиной разборки двух компаний стал бытовой конфликт. Тогда вымогатели потерпели поражение. Численный перевес оказался не на их стороне. Пострадавшие не стали писать заявление в полицию об избиении. Отыграться на своих противниках им удалось спустя полгода. В массовой драке, которая произошла на улице Герцена, в ход пошли ножи, топоры и пистолеты. Начали его бить. Один я хорошо помню, что у него в руке был пистолет, ну или что-то такое, он по голове его бил. И остальные между собой стрелялись. Трое пострадавших получили тяжкий вред здоровью. Один из них даже лишился руки. После этого оперативники уголовного розыска занялись группировкой вымогателей вплотную. Троих участников банды полицейские задержали на загородной турбазе. Дети отсиживались, рассчитывая переждать шумиху. Один из задержанных оказался Сергей Шляхтин. Тот самый, который вымогал деньги у предпринимателей и был заснят камерами наблюдения. После задержания троих подозреваемых сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью в направлении уголовного розыска была продолжена работа по установлению других фактов преступной деятельности группы лиц. В результате чего был задокументирован факт вымогательства ими денежных средств в особо крупных размерах с применением насилия. Двое участников группировки сейчас находятся в федеральном розыске. Ербалат Нукеров и Ахан Сатаров скрылись после того, как оперативники задержали их подельников. Вдобавок, жертвы вымогательств увидели по телевизору своих обидчиков и стали писать на них заявление. Так что уйти от наказания им не удастся. Полиции призывают всех, кто пострадал от действий группировки сообщить об этом. Екатерина Степанова, Анна Николаевич специально для места происшествия. Будущая мама. Наркополицейские по подозрению в сбытии наркотиков задержали 30-летнюю беременную жительницу Калининграда. Как оказалось, женщина, несмотря на свое интересное положение, употребляет наркотические средства. Чтобы иметь возможность всегда получать дозу, она решила сама заняться криминальным бизнесом. Сотрудники ФСК задержали ее сразу после приобретения очередной партии героина. В ходе личного досмотра в кармане куртки подозреваемой оперативники обнаружили 55 свертков с наркотическим средством. Выяснилось, что задержанная работает кондуктором в одном из автотранспортных предприятий города. Является матерью пятилетнего сына, о воспитании которого она благополучно забыла. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о ее аресте. В областном суде Калининграда признали законным приговор 56-летней мошеннице. Желающим она предлагала купить дешевое жилье. Однако, долгожданных квартирных метров никто так и не получил. Все подробности этой истории смотрите далее. Где вы видели мошенников таких матерых с раскаянием? Я говорю, так в чем должно проявиться раскаяние? В чем человека? Возмещение? Светлана, как и другие потерпевшие от мошеннических действий подсудимые, в ее раскаяние не верили. Говорят, никто из ее многочисленных родственников, которые приходят на судебные заседания, даже и не пытался хоть как-то возместить ущерб. И то, что женщина просит прощения в зале суда, с реальным положением дел никак не связано. А возвращать придется подсудимой немало. Одной только Светлане она задолжала полтора миллиона рублей. По словам потерпевшей, схема отработки у женщины всегда была одна и та же. Она предлагала людям купить квартиру за меньшие деньги, чем в среднем, но в плохом состоянии и с долгами. Покупатели передавали ей средства, якобы на погашение этих самых долгов по коммунальным услугам, а потом подсудимая исчезала. Она предложила мне о дешевке купить жилье, вторичное жилье у асоциального хозяина, который не платил партплату, но дешевле к рыночной стоимости жилья вышло где-то тысяч на пятьсот. В общем-то, это жилье оказалось непродаваемым, оно в муниципальной собственности. Сторона защиты выступила с предложением возместить ущерб потерпевших и отпустить женщину на свободу. Под арестом подсудимая находится уже девять месяцев, но не потерпевшие ни государственные обвинения с таким мягким наказанием не согласны. В итоге, после изучения всех доказательств и выслушав стороны, суд постановил следующее. Суд приговорил признан дошелома любовь Моисеевну виновной в совершении преступления назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в преднаколонии общего режима. Кроме того, суд обязал подсудимую выплатить Светлане более 800 тысяч рублей и почти 4 миллиона рублей второму потерпевшему. Но осужденные ее родственники остались недовольны такой мерой наказания. Приговор был обжалован сторонами высшей инстанции областном суде. Все так же ссылаясь на свой возраст и состояние здоровья осужденная ждала более мягкой меры пресечения. У пострадавших естественно была другая точка зрения. По их мнению мошенница так и не раскаялась с содеянным. Наказание осужденной назначено с учетом тяжести совершенных ею преступлений данных о личности отсутствие тягчающих обстоятельств наличия смягчающих в том числе и тех на которые основания считать что назначенное ей наказание является чрезмерно мягким либо чрезмерно суровым судом неустановленным. Апелляционная инстанция изучив материалы дела и доводы сторон признала приговор законным и не нашла оснований для изменения вида и размера наказания. Екатерина Степанова специально для места происшествия. А сейчас внимание на экран. Наш эфир продолжает постоянная рубрика «Розыск». Полиция разыскивается Круглова Валерия Викторовна 1999 года рождения. Уроженка города Советска Калининградской области зарегистрированная по адресу город Советск улица Гагарина которая 20 августа 2013 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ее приметы на вид 19-20 лет крупного телосложения рост 173 сантиметра волосы прямые русы и короткие носит парик каре каштанового цвета глаза карие особые приметы на правой щеке на уровне рта имеется шрам длиной 2 сантиметра на запястье левой руки множественные шрамы от порезов была одета в черную спортивную кофту с капюшоном майку сиреневого цвета черные лосины белые кроссовки с желтой полосой всем кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой кругловой Валерии Викторовны просьба сообщить об этом по телефонам номера которых вы видите на своих экранах или 0-2 и на этом все если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду звоните к нам в редакцию по телефону 555-085 а мы напоминаем что все выпуски программы место происшествия вы можете посмотреть на нашем сайте одингородской.ру в студии была Елена Кивенко берегите себя и своих близких ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин